здравствуйте мои дорогие друзья мои посетители канала мои друзья которые смотрят и которые подписываются которым нравится что-то смотреть у меня на канале ну неважно даже и вновь зашедшие тоже может быть будет интересно как сделать творог вот совершенно простой как говорится способ никаких тут нет премудростей делаю из пакетного молока ну вот молоко в этот раз взяла молоко экстра вот оно лечит до энтера с кальцием даже не знаю видно видно с кальцием даже с витаминами а д е и асфида фу фоли к фолиевой кислотой даже вот какое молоко получилось просто сегодня воскресенье и и не все магазины работают работают только магазины такие как марокканские или андусы их держат они работают и по субботам и по воскресеньям то есть они все время работают и вот зашла выбрала молоко вот это три с половиной процента не 36 процента жирности лучше делать 36 конечно процента жирности ну вот такое вот молочко взяла наливаю в кастрюльку беру 5 литров лака потому что есть правда и больше кастрюлька я уже привезла из москвы и 9 литровый в которой я делаю и холодец и в общем все это вот так что вот такое вот молочко со всеми даже витаминами и и фолиевой даже кислотой вот ставлю я на плиту включаем плиту и доводим молочко до где-то ну тридцати пяти может быть градусов но не больше чтобы оно было такое тепленькое и потом добавляю туда в это молочко чайную ложечку лимонной кислоты обычно я делаю еще кефир покупаю но кефира сегодня не удалось купить потому что нужно ехать там специальный магазин где продается кефир вот поэтому я сегодня сделаю тоже вариант очень хороший творог получается замечательный единственно что процедуры не не быстро я то в общем то все время делаю не днем а вечером это очень удобно где-то вечером часов восемь сделал вот эту вот заквасочку она к ночи уже остыла и уже сыворотка отошла и разделилась в общем все это вся эта масса творожная и конечно в ночь я уже ставлю ситечка через меня специально сшита марлечка в там три-четыре-пять слоев и вот я туда за ночь все этот творог весь процеживается утром утром я уже могу испечь сырники элементарно на этом твороге и сырники тоже покажу как я делаю сырники тоже у меня все такие простые рецепты я даже не добавляю никаких никакой муки в сырники ну неважно это следующий раз будем смотреть а сейчас вот нужно нам дождаться до того чтобы этот молоко дошло до дошло до 35 градусов и добавлю туда чайную ложечку лимонной кислоты а потом она естественно остынет естественно своем состоянии потом буду его вот через дуршлачок процеживать и и получится у меня творожок так что делать это конечно лучше в ночь подогрел как говорится добавил лимонной кислоты в ночь поставил в дуршлачок а утром у тебя уже творожок готовые уже хорошие сухенькие если хотите очень сухой то на эту марлечку поставьте какую-нибудь баночку с прессом таким ну налейте воды в баночку там двухлитровый вода ситечка сверху значит поставьте чтобы это чтобы был сухой совсем творог я не делаю такой сухой вполне влажного но он такой хороший то есть он за ночь стекает хорошо и в общем вот так ну не будем смотреть и ждать пока этот процесс подогревание молока происходит я думаю что дальше продолжим уже смотреть позже когда молоко нагреется до 35 градусов ну вот нагрелась у нас молочко и добавляем ложечку лимонной кислоты чайную вообще наверно наверно все таки нужно было сделать две чайных ложечки потому что я так немножко сейчас вот видите вот она видите ну вот добавила добавила я это вот видите уже как какого вида получился уже уже вот получилось наше молочко вот вот так вот теперь нужно дать остыть естественных условиях вот как говорится все это остынет можно закрыть это крошечкой чтобы никто не прилетел чтобы никто не прилетел с грязными ногами не сел вот и оставить это ну до полного остывания полного остывания кастрюли кастрюльки вот оставим это все все так что я убрала досочку потому что это работало может быть чтобы ничего не расплавилось все оставляем и ждем пока остынет потом будет продолжение дальше ну вот наш творог уже остыл остыл теперь его можно перелить перелить вот в эту тут я приготовила кастрюльку сыворотка такая уйдет сыворотка такая уйдет вот такой вот у меня тут слой марлечки 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 так ну все видно да сейчас переливаем через марлечку и оставляем это на ночь все это так вот тут не знаю как помещается вот такой будет прекрасный творожок такой прекрасный творожок так что вы можете тоже так сделать все очень просто я уже объяснил что удобнее его делать как говорится вечером что утром у вас уже все готово все готово будет такие вот у нас тут перестань сюда уже может быть много сыворотки в эту кастрюльку ведь сколько сыворотки набежало я потом могу на этой сыворотке уже делать я делаю хлеб делаю часто на сыворотке из-под творога это мы как раз мы можем плита включилась плите они тяжелые включается вот и если выключилась и если вам хочется чтобы ваш творожок был более сухим вот я его ставлю писать за ночь там за 7 часов допустим это будет вполне нормально но можно вот так вот завернуть так завернуть оставить какую-нибудь тарелочку сюда например или так или так поставить тарелочку поставить на какую-нибудь грузик ну там не понятно понятно что не не масло которое может это просто какую-то более стойкую тарелочку которая будет ну или быстрее давить на на эту творожную массу быстрее будет вы слышите уже звук очень уже большой здесь можно взять какую-то здесь грузик поставить это если вам хочется так можно и не и не делать он все равно стечет ну вот видите он даже надавил уже такой звук струи уже такой усиленный здесь конечно без грузика уже будет это ну то есть это ваши ваши желания ваше решение как вам хочется какой творог то есть нужно попробовать сделать все очень просто делается что даже не надо в магазин идти покупать творог взял скупил молока покупаешь молока там этими брикетами вот и все это делаешь поэтому вот пользуйтесь таким рецептом а дальше можно из творога дальше я ватрушки буду печь может быть завтра будет пути просто сделаю сырники этот творог можно есть и просто так то есть как кто как любит кто как любит так и ест все спасибо вам что посмотрели мое видео подписывайтесь ставьте лайки и я буду давать вам еще какие-то интересные может быть для вас понравится мои советы мои рецепты так что до свидания пока пока ну вот что у нас получилось с творогом утром может такая вот у нас получилось я его все-таки немножко сделала груз на него поставила вот такая вот видите вот такой творожок нас получился переложить куда-то можем переложить вот такой вот видите какой творог получился ну я все-таки сделала пресс поставила на него баночку чтобы он был более более плотный все все у нас получилось все у нас получилось а теперь мы можем есть его я уже пробую так что делайте по моему рецепту пробуйте и у вас все получится так что подписывайтесь на мой канал будут еще какие-то новые рецепты будут какие-то интересные может быть по вязанию что там но в общем кому что интересно кто чем увлекается очень многое можно найти на моем канале до свидания пока пока подписывайтесь и жду вас снова